Здравствуйте, дорогие друзья! Многие выказывали интерес именно касательно теоретической стороны картины. И сегодняшний урок пройдёт у нас в формате такой вот свободной беседы. На данный момент я работаю над копией картины Айвазовского «Волна». Сам Иван Константинович называл её «свою лучшей изборь». И не зря. На ряду с девятым валом это считается одной из его таких вот зрелых и очень показательных работ. Но тем не менее, хочется сразу сказать, что они абсолютно разные. Если девятый вал – это очень цветастая работа, очень неординарная по своим решениям, то «Волна» она практически по лицензиям, если судить по лицензиям, монохромна. В моём случае есть некоторые отклонения, так как формат другой. Я работаю на глаз, и я никогда не видела оригиналов. Вообще, в принципе, не видела никогда оригиналов работ Айвазовского. Ну вот, по лицензиям, какие есть особенности в этой работе? Она очень сдержанной гамме и очень такой вот натуралистичной, но тем не менее, невероятно красивой и сложной. Следующий момент – это была вот как раз-таки моя ошибка. Когда я начала только рисовать эту работу, из-за того, что формат другой, мне нужно было решить, что же займёт в моём случае больше места. Воздух или вода, и я расположила как раз-таки воду. И хорошо её отработала, но картина не производила того впечатления. Мне было как-то даже жалко переделать вначале, но потом я всё-таки интуитивно почувствовала, что нужно. И моментально она стала произойти другой эффект. И потом я прочитала в лицензии, что это было как раз-таки одно из новаторств Айвазовского, когда он расположил колизонт низко. И сразу же человек смотрящий расположился низко, да, по сравнению с водой. Хотя казалось, да, она должна возвышаться. Нет, нет, он как раз-таки расположился низко, он как будто бы вошёл в картину, и она стала производить вот такой вот ошеломляющий эффект. Потому что мы стали её участником, мы моментально начинаем в ней участвовать. Мы становимся на место времена вот этих вот людей. Мы среди этой огромной массы воды. Что хочется тоже заметить. Сам Иван Константинович не первый малинист. Это неправильное заявление в плане, возможно, в своём значении, да, он действительно первый. Он достиг невероятных высот в мастерстве и внёс невероятный вклад в искусство. Но до него был уже его же учитель, который считается основоположником русской малины, да, Воробьёв. Тоже советую посмотреть его работы. А также основоположником русского пейзажа являются Алексеев и Щедрин. Вот у Щедрина как раз-таки тоже очень развиты были романтические пейзажи, и он много рисовал Италию. В этом плане мы тоже видим некоторую связь с Айвазовским. Также на Айвазовского очень сильно повлиял Брюлов и голландская живопись. Сам пейзаж и период его такого вот становления и освобождения был довольно-таки долгий. И даже во времена Айвазовского, как правило, вот по иерархии живописи, пейзаж занимал далеко не первую позицию и не наравне, а вот где-то вот третью. Первый считался такой вот монументальный библейский сюжет и по сложности, да. Второй считался живой, ой. Второй считался портрет, так как нужно было изображать светлейших особ, да, и прославлять их, а также считалось сложным показать через лицо человека его духовную составляющую. Хотя вот, кстати, как заметил Оскар Уайт, он читал то, что в этом плане работа художника легче, чем фотограф, потому что художника гораздо больше зависит от его мастерства, да. На данный момент, конечно, есть фотошоп немножко легче, всё, теперь у нас просто всех фотографы стали художниками тоже. И потом только занимал уже пейзаж, хотя к этому это тоже было подготовлено, да, вот этот вот прогресс и вот эта вот городская индустрия, она, в принципе, привела к тому, что у человека возникла потребность вот в этой вот природе. И вот особенность Айвазовского в том, что не просто, да, в его случае пейзаж стал не просто компонентом, да, картинка как-то была до этого, а в его случае, да, пейзаж занял большую часть, но и не только. Пейзаж приобрёл такое вот значение чего-то божественного. В нашем случае стихия Бог, стихия решает всё, а мы какие-то вот такие вот зависимые существа, молекулы, которые мы можем ею только восхищаться и в своём восхищении хоть немножко приблизиться к этому великому и божественному. В этом плане мы, конечно, с Иваном Константиновичем сходимся во взглядах. Я тоже поклоняюсь морю, я его обожаю. Да, до него, в принципе, уже много работали, да, и Тильциан, и Беллини, и Джорджона. В его времена также работал Тёрнер, у него потрясающий москелий пейзаж. И такой же плодовитый художник, да, и считается то, что у Айвазовского 6 тысяч работ, а у Тёрнера 5 тысяч. Конечно, на самом деле очень сложно посчитать, так как есть множество подделок, а у Айвазовского, я думаю, у Тёрнера, я не могу так уверенно высказываться, потому что всё-таки Айвазовский к нам ближе и доступ к информации гораздо больше. Вот, кстати, был такой случай, Айвазовского часто копировали ещё при его жизни, и он не имел ничего против, так как он считал, что это обязательное упражнение для художника, он сам много копировал. И, в общем, он, бывало, на хороших копиях писал, скажем так, то, что мною это одобрено, с наилучшими пожеланиями, успехов и так далее, а Айвазовский. И, в общем, как-то раз было замечено, когда вот эта вот роспись осталась, а тут вот осталось, а сверху такое вот пятно, и видно то, что всё-таки море не Айвазовского. И потом оказалось, что действительно под слоем вот эта вот работа была подделана и взята только вот эта вот подпись, а всё остальное было замазано. Так, неумело довольно-таки. Также был у Айвазовского его ученик, который очень хорошо научился её копировать, вплоть до того, что сам Иван Константинович периодически путал свои работы с его. И всё дошло до того, что они поскандалили, да, тоже такой террариум художников. И потом Айвазовский его к себе не пускал. Ну ладно, не будем об этом, будем всё-таки о хорошем. Так вот, Айвазовский поднял наш пейзаж на невероятный уровень. И в чём же это тоже выказалось? Айвазовский имел, конечно, хороших покровителей. Будучи юным, он начал свою карьеру, рисуя на бельгу на песке морские пейзажи. Кстати, вот опять-таки у ребёнка не было доступа к этому, да, к общим тенденциям, но тем не менее в его голове уже природа занимала главенствующую позицию. Так вот, он рисовал пейзажи на песке, а потом ему, видимо, стало обидно то, что очень быстро они пропадают. Он начал рисовать на стенах города углём. И в какой-то момент изорняка поймали и повели к казначею. Но казначей города был дядька Неглупа. Он посмотрел на работу и разглядел в них талант. И подарил ребёнку краски и послал его учиться в Петербург. И тем более он понимал, да, то, что на данный момент эта область очень востребована. Почему? Потому что было морское военное дело и нужны были люди с такой вот потрясающей памятью, которые смогут сразу же уже зарисовать в деталях сражения, зарисовать расположение бухт. Это было стратегически невероятно важно. Так вот, Айвазовского послали учиться в Петербург. Он учился у Воробьёва. Потом, мне надо сейчас подсмотреть, чтобы не соврать, сложная фамилия очень сложная. Но этот преподаватель, впоследствии у них даже был скандал, когда они вместе выставились с Айвазовским. И Айвазовский имел больший успех. Его зовут Зооруэйт. Это был как раз-таки баталист. И если посмотреть, вот как раз-таки у Зооруэйта работы такие немножко ходульные, то есть у них такого характера исключительно батального, и в них не хватает вот этой вот естественности, которая была у Айвазовского. Да, его, скажем так, Айвазовский его сделал. Так вот, Айвазовский, в принципе, закончив свое обучение раньше. И удивительное дело, среди вот этих вот невероятных монстров, огромных картин, монументальных, библейских портретов, его пейзаж смог получить серебряную, а затем золотую медаль. Причем, по свидетельствам, это были небольшие картины, потому что 40 на 50, как-то вот, как-то так. То есть абсолютно небольшие картины, но они произвели большое впечатление на публику. И я думаю, просто тогда уже подготавливалась. Просто Айвазовский был необходим уже в работе, да, он очень много путешествовал с морским флотом, он зарисовывал сражения, и его фотографическая память, конечно, была очень полезна для государства, для Николая Первого. И, кстати, известны такие вот анекдоты, интересные случаи, когда они вместе плавали на корабле, Николай Первый и Айвазовский. И Николай Первый кричал то, что «Я царь земли, а ты, Айвазовский, царь моря». Да, вот такая вот шутка. И сам император очень уважал художника. Хочется сказать, что, конечно, у художника явно были дипломатические какие-то способности, и он умел заводить знакомства и поддерживать их. Есть, да, как известно, он часто дарил картины, в том числе, да, Папе Римскому он подарил картину, хотя тот хотел купить. Вот такие вот он делал правильные умные жесты. Когда, это, извините, конечно, немножко не связано, когда он провёл водопровод в Феодосии, он, конечно, очень много сделал для этого города, очень много испансировал, он назвал фонтан первоначально в честь императора. А в том император, уже узнав об этом, сказал то, что нет, переменуйте в честь художника, в честь Айвазовского. Ну, вот так вот, он очень умный был человек. Также он крутился в кругах, вот когда он есть... Он уже постоянно, в принципе, путешествовал, когда он был, в общем, хочется сказать, на гастролях. Он ездил в Рим и в Италию. По своим таким вот творческим командировкам он познакомился с Гоплим Ивановым. На одной из своих выставок, когда он получил золотую медаль, он познакомился с Пушкиным. И не зря мы знаем множество его сил и работ Пушкина, потому что он сразу же к нему проникся, к симпатии. Заметили то, что сам Айвазовский молодой был очень похож на молодого Пушкина. И, конечно, тогда два гения, как говорится, встретились. Есть одна картина, есть там, где Айвазовский работал совместно с другим художником-портретистами. Она великолепно написанная Пушкина. Потом Айвазовский сам пытался нарисовать Пушкина. Но вот как раз-таки портреты... Это всё-таки его слабая сторона. Есть знаменитая его... Такая вот зарисовка его самого, там, где он играет на скрипке, причём в таком восточном формате, на коленке он там, по-моему, держит её. И довольно-таки наивная-наивная работа, потому что пропорции нарушены. И это не от того, что он это карикатурно нарисовал. Это действительно его наивный взгляд. Потом, впоследствии, он делал автопортреты, в которых тоже совершены ошибки. Там вот художники знают, упущены определённые кости в строении, да, черепа. Я думаю, то, что просто изначально Айвазовский, он работал вот всегда в направлении пейзажа, в направлении марины. Им не приходилось делать много построений анатомических. Он просто не знал. Потом его портрет жены. Очень-очень симпатичный его последний. Анна Саркизова. Очень красивая женщина, которая, конечно, составила ему счастье жизни. После его первой сварливой жены. Но, в общем, очень такой красивый портрет. Там у него так вот глаза вуалью... Ой, глаза открыты, а лицо вуалью. Но он имеет такой вот как раз-таки характер любительской живописи для себя, любимого он рисовал. Так, что же хочется сказать? Вернёмся обратно к его технике живописи. Он развивался таким образом, что вначале его живопись была более гладкая и лакированная. А впоследствии он разбивался. И она становилась более, скажем так, разнообразной в живописном плане, в живописных приёмах. И более матовой. Также он двигался всё больше и больше к натурализму. Есть такое частое заявление, что Айвазовский, типа, никогда не работал с натурой на планере. Но это неправда. Молодые годы он много работал на планере в Петербурге. Также он работал в Феодосии. И уже просто впоследствии сформировавшись там, уже далее он не прибегал к этому. И даже его окна мастерской выходили, он же жил в Феодосии, ходили на сторону не морскую. Он говорил, что море его наоборот отвлекает, шум моря и так далее. Он читал то, что такие явления, как молния, гроза, порыв ветра, волна, их невозможно в принципе поймать. И нет смысла это пытаться скопировать с натурой. Да, приходится все равно работать в воображении. В этом плане, конечно, Айвазовский удивительный. Вот его картины, особенности, если смотреть на предшественников, да, щедлина пейзажиста, Воробьева. В его картинах есть невероятное такое интуитивное животное начало. В нем заметно то, что человек рос среди моря и много его наблюдал. Кстати, известен случай, когда товарища Айвазовского оставили на берегу моря вечером, пришли утром, и он там же сидел. Он все смотрел на волну. Вот такая вот невероятная привязка к природе. Так вот, в его жести нет вот этой вот красивости, нет этой слащавости. Его жест мастерский, уверенный штрих. И вся его колористика, несмотря на свою такую вот неординарность, решение, она все-таки, она близка к натуральному. Мы в это море верим. Мы хотим в него кинуть камень, и нам кажется, что этот камень полетит дальше. И вокруг его картина среди волн, и она как раз-таки уже ближе к последним. Хочется сказать, что по гамме она довольно-таки похожа, на эту картину. Что здесь важно? В принципе, в его картинах важна вот эта вот связка кружева. И можно, конечно, сразу же сейчас сделать такое нелепое сравнение, но очень показательное. Вот эта картина была у меня нарисована буквально за два часа, да, в такой вот морской пейзажик на быструю руку. Здесь я просто тогда еще параллельно снимала видео, и я хотела показать основные моменты вот такой вот прозрачной волны, столнушко, которое просвечивается, некто такой вот логической связки, как сделать это перспективность этого пейзажа. Но здесь нет этой отработки. В случае с Айвазовским, когда я его копирую, у меня гораздо уходит больше времени. Хочется считаться, что сам Айвазовский, допустим, не был нарисовал в один заход, да, и вообще нарисовал, в принципе, быстро. Я думаю, просто у него не было выбора, было слишком много заказов. Мне приходится много отрабатывать, ну, и когда копируешь, в принципе, приходится много, ну, копировать сложнее в какой-то степени, потому что у тебя есть определенный эталон, к которому ты и стремишься. Так вот, его тени, его пена, допустим, имеет невероятный теневый переход, то есть цвет, тень. Кроме того, мне приходится отрабатывать каждую луночку, чтобы она была такой объемной, чтобы она была такой вкусненькой. И везде мельчайшее повеление, мельчайшее потенение имеет логическую связь. То есть у Айвазовского нет дисгармонии, у него и в буре гармонии, это естественное состояние стихии, это она сама, в нем все имеет такую вот логическую связь друг за дружкой. Конечно, тут есть определенный ритм, и Айвазовский часто берет какую-то волну на первом плане. Он фокусирует внимание на одном объекте, другие объекты, он, как правило, более растушевывает. В плане растушевки, опять-таки, у меня сейчас, я приобрела эту волшебную кисточку, я вам сразу же покажу. Вот вы буквально парочку жестов, и у вас моментально немножко внимания зрителя, оно, в общем, расселивается. Тут главное, не мазнуть только там, где не надо, в этом плане быть внимательным. Но вот когда я копирую Айвазовского, мне, конечно, приходится все очень-очень-очень тщательно отрабатывать. Еще надо быть людей. Вот, кстати, людей, тонущих он изображает мастерски. Не смотря на то, что вот там его личный портрет, и там множество ошибок чисто по пропорциям, да. А вот в случае, когда люди там перекидываются друг друга, хватают, умирают, он, в общем, делает это мастерски. Потому что, видимо, это даже наблюдал много раз. Есть даже случаи, когда он сам, да, попал в очень сильную бурю, и были слухи, то, что он погиб, что произошло кораблекрушение. И в государство, конечно, все очень сильно тосковали, горевали. И когда художник вернулся, это был невероятный, радостный сюрприз, и его востребованность значительно повысилась. Ну что ж, мои дорогие друзья, я думаю, то, что по времени урок уже занял достаточно много, мы сможем еще очень-очень-очень много по этому поводу поговорить. Спасибо большое за ваш просмотр. Извините, если я так резко обрываю. Так вот, меня просто дела зовут. Ставьте лайки, если вам понравилось. Жду новых встреч. Спасибо вам большое. Касательно моего щита, щита-щита, щита-пейпо. Я думаю, вы, в принципе, сами понимаете, что никто не переводит. Если вы вдруг это сделаете, это будет невероятная, в общем, невероятный поступок, невероятная радость для меня, потому что я смогу купить какую-то кисточку, какой-то холст. Мне никто за это не платит, только если покупают картины. Ну, дело такое. Спасибо за ваш просмотр. Хорошего вам вечера. Вдохновляйтесь. Рисуйте море, не бойтесь. Вот такого рода море у меня уже был перед этим урок. Это не так сложно. Пробуйте. Учитывая некоторые моменты, вам будет легче. А так мастерство оно приходит раз за разом. Рисойд